9 декабря страна отмечает День Героев Отечества. В Славянске-на-Кубани состоялся митинг в этот день. В сквере памяти жители города возложили цветы к бюстам героев, а в школах района были проведены уроки мужества, классные часы. Подробнее в следующем материале выпуска. День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. Ее празднование поможет воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма. 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Этому празднику всего 6 лет, однако его реальная история началась еще в XVIII веке. В 1769 году императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. День Георгиевских кавалеров отмечался в России до революции 1917 года – в День памяти Святого Георгия. Затем праздник, как и орден, упразднили. Только в 2000 году ордену был возвращен статус высшей военной награды, а в 2007 вернулся и праздник – День Героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Сегодня звание Героя России присуждается людям, на счету которых десятки спасенных жизней, чей служебный долг сопряжен с постоянным риском – тем, кто не задумываясь отправляется в опасные экспедиции ради будущего. «Наша славянская земля взрастила и воспитала не одно поколение героев Отечества», – отметил Юрий Алексеевич Бобыренко, председатель Совета ветеранов Славянского района. «Мы с вами сейчас находимся на заветном месте, священном месте города Славянска-на-Кубани, в сквере памяти имени 40-летия Великой Победы. В этом сквере установлены бюсты и памятные портреты 19-ти героям Советского Союза, 8-ми полным кавалерам Ордена Боевой Славы, героям России, героям социалистического труда. В этом сквере установлен бюст легенды 20-го века, четырежды героя Советского Союза, маршала Советского Союза, Геория Константиновича Жукова». Пришли возложить цветы жители нескольких поколений, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн, молодежь. Ведь память о героях Отечества – святая обязанность каждого человека. «В этот день мы вспоминаем героев, которые совершили, наверное, для нашего города, для нашего района много всего памятного, чему мы им благодарны. И то есть мы должны о них помнить всегда, что они есть и всегда они должны быть в наших сердцах». В этот день учащиеся лицея номер один вспоминали подвиг героев, имен которых носит лицей номер один. Это единственная школа в России, семь выпускников, которые ушли на фронт, стали героями Советского Союза. В зале боевой славы школы было многолюдно. Для учащихся лицея была проведена экскурсия. «Героизм – это та неотъемлемая часть нашей жизни, которая проявляется во всем. И те люди, которые проявили себя, в частности, на полях сражений, это люди, которые отдали свою жизнь за свободу и за мир. Дети должны это знать, дети должны это понимать, потому что мы живем тоже в непростое время, потому что мы сегодня также испытываем различного рода проблемы. А героизм, он нужен всегда». Мы всегда должны помнить о героическом прошлом нашей страны, о тех, кто ценой собственной жизни заслужил великое звание Героя Отечества. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok